День начался сразу с нескольких аварий. Первое случилось между микрорайонами Университетский и Первомайский. Это фото нам прислал наш мобильный корреспондент. Машину выкинула с дороги на плиты. Что стало причиной такого маневра, неизвестно. Второе фото из социальных сетей. ДТП произошло на верхней набережной. Улица на некоторых участках настолько сужается, что двум автомобилям иной раз не разъехаться. И это не первая машина, которая ушла здесь в кювет. Остался должен и пойдет под суд. В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело за то, что он продал арестованное имущество. Клиент банка задолжал по кредиту более 60 тысяч рублей. Судебные приставы исполнителя арестовали его имущество, в том числе аэрогриль. Но реализовать в счет погашения долга не успели. Должник сам продал прибор, а деньги потратил по своему усмотрению. Он понесет ответственность. Подростки ударились в бега. Трех пропавших несовершеннолетних разыскали за минувшие сутки полицейские в Заларинском районе. В селе Мойган ушел. Вечером из дома прогуляться и не вернулся 15-летний подросток. На следующий день его нашли в доме подруги. Через несколько часов в полицию позвонили из хор Тагнинского детского дома. Там после обеда самовольно покинули территорию учреждения два подростка 15 и 17 лет. На следующий день их задержали на одной из улиц Заларей и вернули воспитателям. Всего за последние две недели сотрудниками полиции разысканы семь несовершеннолетних, которые ушли из семей и социальных учреждений Заларинского района. Во всех случаях родители и законные представители детей привлечены к административной ответственности. Жительница Братска поощрена сотрудниками полиции за содействие в поимке преступника, который хотел ограбить ее косметический салон. По словам Ольги Серошта, наказать сопротивление ей помогли регулярные физические тренировки, во время которых она изучала приемы самозащиты. Для закрепления успеха хозяйка салона заблокировала входные двери салона и позвонила в дежурную часть. Подозреваемый был взят с поличным на месте преступления прибывшим экипажем полиции. За некачественный бензин хотят ужесточить наказание. По статистике, годовые объемы некачественного моторного топлива в России уже превышают 10 миллионов тонн. Решить проблему, по мнению экспертов, можно двумя способами. В первую очередь частичным введением акцизов, во вторую – ужесточением штрафов. При этом некоторые специалисты предлагают еще один вариант – проверять качество топлива чаще, чем раз в три года и без предварительного уведомления. Кстати, в Иркутске уже приступили к проверкам автозаправочных станций. Специалисты берут пробы дизельного топлива и бензина АИ-92. Первые результаты станут известны через неделю. Напомним, в 2014 году было проверено 25 автозаправок. На 13 было выявлено некачественное топливо. Сегодня футболисты Байкала проведут очередной матч в первенстве страны. В Новосибирске лидер «Востока» встретится с местным клубом «Сибирь-2», который сейчас на седьмом месте в турнирной таблице. Матч начнется в 19 часов по иркутскому времени. Специалисты отмечают, что игра будет жаркой. Причем во всех смыслах. В эти дни температура в Новосибирске достигает 20 градусов тепла. К этому часу у меня вся информация. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту. И звоните по телефону редакции 33 13 28. Оставайтесь на исти. Увидимся с началом следующего часа.